А знаете ли вы, кто такие арбористы? Их можно назвать самыми настоящими санитарами деревьев. Они ловко орудуют на высоте своими бензопилами, тем самым освобождая нас от опасных деревьев. На неделе я познакомилась с одним из таких представителей редкой профессии. Спилить опасное дерево любой высоты, обрезать ненужные ветви или сделать дерево модную прическу – это и не только под силу Дмитрию – профессиональному арбористу. Само слово «арба арба» латинского, что означает дерево, значит арбористика, подразумевает собой работу с деревьями в стесненных условиях на высоте. Пришел к этому не сразу, то есть занимался другими работами, связанными с промышленным альпинизмом, но потом понравилось работать с деревьями. Найти нас можно в городе Могилеве по сайту могилеварба.by. Где, как не в деревеньке, умение Дмитрия пригодится. Вот стоит на сельском кладбище аварийно-опасное дерево. Не дожидаться же, когда упадет. Дмитрий и команда тут как тут. Они очень старые, поломанные, гнилые. И когда вот начинается ветер большой, они падают на деревья, на памятники, на ограды. Очень много поломанных. И даже есть такое, что поломали даже памятники. Ограды прогнутые. Проблема этого дерева заключается в том, что, как вы можете видеть, отсутствует верхушка. Дерево уже начало сохнуть сверху вниз. Появляются стали большие засохшие суки. Это дерево засохнет окончательно и рано или поздно оно упадет. Вопрос куда? Избавиться от нежелательных последствий арбористам помогает целый арсенал альпинистского снаряжения. Основное, конечно, это усы страховки, которые вы можете видеть на мне. Это усы страховки, которые оборачиваются вокруг дерева и закрепляются на другом конце страховочной системы. Мы используем вот такое снаряжение, называется оно гафы, с такими вот шипами, которые очень хорошо проникают в кору дерева и позволяют арбористу передвигаться вверх-вниз. Снаряжение, общий вес которого килограммов так под 10, одето. И вот Дмитрий, как настоящий человек-паук, ловко взбирается по дереву. Мы сейчас удаляем этот большой последний ток методом завешивания. То есть это считается один из самых сложных способов и наиболее трудоемких. То есть когда надо, необходимо каждую часть очень аккуратно опустить на землю и не погрязать ничего. Вот так, ветка за веткой, сучок за сучком и от проблемного дерева остался один ствол. Еще немного и про старую сосну будет напоминать только пень. А таких опасных деревьев на кладбищах и не только на сельских хватает. Поэтому будьте внимательны. Если потребуется, зовите на помощь. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ